Наше радио, западное побережье, USA. Слава Богу, сейчас буду выходить на связь с нашим радио. Да, приветствую. Приветствую, слава Богу. Я уже сделал, уже приготовился во всеоружии. Да. Да, слава Богу. Так что, братья и сестры, уже включение. Я как раз и с нашими еще общаюсь. Вот, так что, сейчас включение и молитесь об этой программе сейчас, которая прямо сейчас вот по радио, наше радио. Меня позже включите, да? Я держу, ты бери. Я держу, ты бери. А, Евгений, а там будут в студии? Еще? Кто? И, ну, я, я. И, ну, я. И, ну, я. А, чей. А, чей. Сейчас идет музыка, сейчас и звучит музыка, и, в общем-то, это радио, наше радио, Евгений Волосевич, ведущий этой программы, наше радио, это программа вообще, это наше, это радио, светское радио, но там есть христианские программы, есть христианские встречи, приглашают христиан разные конфессии, динаминации, я так понимаю, потому что там в студии был и священник Московского при Архата в прошлый раз, и, в общем-то, вот, и это обсуждение было, разных тем, будем так говорить, и сегодня тоже будет обсуждение этой темы, будет обсуждение как раз, вот, в преддверии Пасхи, как бы, вот, чудо святого дня будет, и там другие, в общем-то, чудеса, так что, будем подключаться, вот. 10 часов 24 минуты, друзья, вы на волне нашего радио 1010М, это программа «Я так думаю», и с нами, с нами на связи по системе Skype, Сергей Журавлёв, это архиепископ украинской реформаторской православной церкви, не раз мы уже выходили в прямой эфир, но думаю, что накануне такого большого христианского праздника мне захотелось поговорить о вещах, которые, ну, каждый год, наверное, все-таки появляются на повестке этого праздника, и люди задают очень много вопросов, поэтому тема наша сегодня «Благодатный огонь» — это чудо или миф? Приветствую вас! Приветствую вас! Приветствую именем Иисуса Христа, любовью Господа! Привет с Киева! Спасибо большое, что вы откликнулись на наше приглашение, но давайте сразу по порядку. Такое скандальное интервью произошло буквально недавно, армянский священник спровоцировал скандал, рассказал о появлении благодатного огня. Я вот зашел на Вайкопедию и думаю, вот посмотрю, как это вообще объясняется, да? Угу. Благодатный огонь — это по традиции «святой свет» называют, да, огонь, выносимый из гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно великую субботу, накануне празднования Пасхи по юлианскому календарю. Да. И армянский священник спровоцировал скандал. Это произошло во время съемок репортажа для израильского телевидения. Один из настоятелей храма гроба Господня, Самуил Ягаян, представлявший армянскую патриархию, он уверен, что ничего мистического в появлении огня нет. Бог творит чудеса, но не на потеху людям, он говорит. Он трижды присутствовал в Кувупе и видел, что православные священники зажигают связки восковых свечей от масляной лампады. Копский священник, который присутствовал во время съемок там, он потребовал сразу же после этого выключить камеру, обвинил армянского коллегу во лжи, заверил, что благодатный огонь сходит именно вот с неба. И церемония раздачи необжигающего огня проходит в последнюю пятницу накануне православной Пасхи и ежегодно привлекает тысячи паломников. Ну и вы знаете, после этого там на специальном самолете и везут и в Россию, и в другие места. Так что же получается, вот два священника, два брата во Христе, и говорят две правды, вот она наверное все-таки лжет получается, не может же быть, что и тот и другой говорит правду. Ну да, согласен, согласен Евгений. Дело в том, что я сразу хочу сказать и для вас, и для всех слушателей, что я верю в благодатный огонь, но не такой, о котором вот там в этом храме шла перепалка и на той программе в израильского телевидения. Я верю в благодатный огонь, я хочу сразу сказать, чтобы как бы расставить точки над «и», а потом уже разъясню позицию. Я хочу прочесть из Евангелия от Луки, с 24 главы. Слова учеников, с которыми общался воскресший Иисус Христос. Вот в такой огонь, о котором они здесь говорят, я верую всей душой своею. Так вот, этот огонь написано в 32 стихе. Это уже после того, как Иисус стал невидим, когда Он открылся им в преломлении хлеба. И когда перед тем Он им говорил из Писаний о чуде вот этого заклания и воскрешения. О, собственно, Пасхе, новозаветной Пасхе. И вот они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. Вот. А дальше, в 33-м, кстати, написано, встав в тот же час, написано, возвратились в Иерусалим. И нашли вместе и дальше. То есть, когда в библейской традиции, когда в еврейской системе толкования говорится из Иерусалима, то это ничего доброго как бы не означает. Но когда в Иерусалим, это означает восстановление. Вот. Это очень хороший образ. Два ученика шли, опасаясь обысков, арестов, облав последователей Мессии. И они шли, по сути, ну, дезертируя, будем так говорить, с царства. Но встреча с воскресшим Христом, когда у них загорелись сердца, сделала чудо. Этот огонь сделал чудо какое? Что они из предателей, будем так говорить, ну, в какой-то степени они были предателями также. Из дезертиров царства небесного они стали вновь служителями, пережили восстановление. И они встали и тотчас вернулись в Иерусалим. И нашли 11 вместе, и сказали, значит, что они видели Господа. То есть, вот в такой огонь я верую. Действительно, огонь, который не обжигает, но который горит настолько ярко в сердцах уже на протяжении двух тысячелетий. В сердцах верующих. Вот в такой благодатный огонь я верую. О таком благодатном огне я говорю и в своей церкви, в наших церквях, нашей епархии, вот реформаторской православной церкви, да, Христа Спасителя. И в гостях, когда бываю, в разных конфессиях я об этом огне говорю. О том огне, о котором весь сыр-бор, как говорится, это, скажу, по моему рассуждению, это просто-напросто весь сыр-бор этот не стоит выеденного яйца даже. Этот сыр-бор весь вокруг лжи. И, знаете ли, конечно, я на стороне армянского священника. Если говорить вот про спор, о котором я тоже читал, что и вы читали, я на стороне армянского священника, потому что он сказал правду. Я не знаю его мотив, каким он руководствовался, но, по крайней мере, он сказал ту правду, которую в русской православной церкви высказал, если вы читали, может быть, или встречали упоминания на диакона Андрея Кураева. Наверное, единственный из церковных служителей православных в российской церкви православной, с которой я, собственно, выходец, который не побоялся, не постеснялся сказать правду матку, как говорится. Он просто-напросто привел интервью с патриархом, о котором говорится по российским СМИ, что якобы он принимает так называемый благодатный огонь, не обжигающий первое время, а потом превращающийся как бы в настоящий уже обжигающий огонь. Вот, и этот патриарх... ...принимать меры, потому что, значит, именно русскоязычные туристы самые, ну, будем так говорить в этом плане, недисциплинированные и вообще беспринципные. Они играют с огнем каждый год, несмотря на предупреждения, предупреждения полиции, предупреждения медиков. Значит, предупреждаются, значит, эти делегации предупреждаются, что в медицинские страховки туристически не входят вот подобные операции. Но, несмотря на это, каждый год попадают люди с ожогами, веря дезинформации, что якобы поначалу этот огонь, он является таким как бы необжигающим. Но, кстати, тот фильм, который состряпало КГБ в конце 80-х, значит, что якобы, значит, вот показывается, там одна монашка там проводит рукой, и этот огонь не обжигает ее. Когда уже в наше время этот фильм разоблачили, то в режиме реального времени прокрутили эти кадры, оказалось, что на самом деле эта монашка провела над обычным огнем руку свою очень быстро. Но звук оставили тот же, но кадры замедлили, и ощущение, что она как будто бы не спеша проводит рукой своей над огнем, и не обжигает. Монтаж, да, для конца 80-х это был хороший монтаж, но сейчас это уже, как бы, это уже второсортный монтаж, по нашему времени. И он был разоблачен. Ну, итак, 503-236-1385, телефон прямого эфира, также 503-741-8899. Друзья, если у вас есть вопросы или комментарии, вы также можете присылать нам СМС-сообщение на номер 971-645-3807. 971-645-3807. Напоминаю, что с нами на связи Сергей Журавлев, архиепископ Украинской реформаторской православной церкви. И сегодня мы говорим на тему благодатного огня, чудо это или вымысел. Ну, как вы вообще оцениваете, вот почему это происходит, вот почему людям, вот они гонятся за, вот, сверхъестественным. И зачастую это настолько такие, какие-то банальные вещи, понимаете, вот, там, гвозди, которыми убивали кристаллы, их там, их, я думаю, если свезли бы со всего мира. Десятками. Да, 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 понимаете, там, железо было бы тонны, наверное. Да. Вот, и вот этот огонь, вот такая мистика, да, и вот люди, люди, с чем это связано? И чаще всего, к сожалению, да, это, это вот православная церковь. Да, да. Знаете, это присуще в основном, да, к сожалению, нам православным, но все упирается, на мой взгляд, в то, что отсутствует фактически в современном православии. Я говорю глобально, не говорю про отдельные случаи, про отдельных людей сейчас, даже про самого себя, но говорю в целом глобально, если брать как ветвь христианства, православие, на мой взгляд, надломлено и, алло, вы слышите меня, да? Да, да, мы вас слышим. А, хорошо. Я просто убрал ветвь. А, хорошо. Так вот, на мой взгляд, отсутствует, беда в том, что отсутствует самое основополагающее из всех христианских учений и пониманий, это учение о спасении и возрождении духовном. А так как человеку свойственно, действительно, поиск сверхъестественного, человек создан Богом, и он без сверхъестественного Бога не может существовать. Так вот, и так как это все происходит, но если человек не возрожден свыше, духовно не перерожден и не имеет общения с живым Богом, с реальным, сверхъестественным Богом, то он обречен верить лжи. Он просто-напросто обречен искать тогда замену. Вот то, что вы назвали сейчас, допустим, вот разговор по поводу благодатного, вот того так называемого благодатного огня, или же гвоздей, или каких-то других там таких всяких поддельных и ложных чудес, или же реальных каких-то таких проявлений, но такого уже демонического такого свойства, выдаваемого за божественным, и такого тоже хватает, к сожалению, у нас в православии, я имею ввиду. Так вот, беда в том, что человек обречен верить лжи. Если он не позаботится иметь Бога в разуме, то тогда он действительно верит лжи. И предает Бог тогда действительно вот подобному, подобной мерзости. Вот, и нам все-таки необходимейшие условия сейчас для вот возрождения церкви, возрождения православия, о чем я вот больше 20 лет уже как раз вот и тружусь над чем, вот, и молюсь над чем, что в основу основ все-таки необходимо вернуться к библейскому пониманию спасения, возрождения свыше, принятия Иисуса Христа как своего личного Господа Бога Спасителя. Без этого основополагающего христианского понимания, доктрины, все остальное, оно просто-напросто, ну, воздушный замок, просто неосновательное христианство. И сорняки, знаете ли, они сами собой будут расти. И это замена истины, подмена истины. Ну, и так получается, что вот лжи, даже грубой такой, раивной, 21 веке такой, ну, достаточно раивной лжи, люди до сих пор легче верят, чем правде. И вот вы уже более 20 лет, как, ну, скажем, занимаетесь реформацией православных людей. Мне кажется, что это достаточно сложный такой проект и сложное служение. Вот сдвинуть вот эти твердыни, на которых люди, ну, свою жизнь формируют, просто, мне кажется, это зачастую просто нереально. Да, вы знаете, Евгений, действительно, это невозможное вообще дело. Вообще, реформация, это дело невозможное человеком, но невозможное человеком, возможно, Богу. А по поводу того, что веруют лжи быстрее, это свойство падшего человеческого духа, отпадшего человечества вообще как такового. Это не только в человеческом сердце, это и в природе, окружающей нас, во всем. Допустим, если на огороде вы не сажаете хорошую культуру, да, не заботитесь об огороде своем, то о земле своей, то сорняки вы специально не сажаете, правда ведь? Сорняки сами собой будут расти. Вот, земля произрастает, волчься эти всевозможные сорняки. Это результат проклятия этой земли. И вот нечто подобное в человеческой душе. Плохому, допустим, специально учить ребенка не надо в семье, да, допустим, или в школе. Плохому ребенок сам собой учится очень успешно. А вот, чтобы хорошему научиться, надо прилагать усилия. Надо двигаться и действительно прилагать большие усилия. И вот то же самое, что касается религиозных вопросов, касается веры. Чтобы ереси научиться, много ума не надо. Чтобы сорняки произрастали на огороде, допустим, нашей конфессии, динаминации, просто-напросто надо все пустить, как оно есть. Пусть оно растет, как оно есть. Не пропалывать огород, ни своего сердца, будем договорить, ни своей церкви. И тогда сорняками все будет просто как бурьяном зарастет. Но задача наша, действительно, прополку огорода и своего сердца проводить, значит, и сажать хорошие семена, и заботиться об этом хорошем. Вот, и лжи быстрее верят на самом деле. Вот, и это, увы, свойство падшего человека. И действительно, многие ереси, они возникли действительно как вот, ну, потребность даже человека есть. В конце 80-х годов, когда я вот начинал свое служение, уже больше 30 лет я вот церковно-священнослужитель православный, значит, 87-й год, начало 88-го года как раз началось мое уже полное, полновременное, как вот говорят в протестантском мире, служение. Я, значит, начал служение в русской православной церкви, московского патриархата. И как раз вот тогда, в 87-й, 88-й годы, как раз вот на рубеже, как раз вот эта ересь по поводу благодатного огня стала распространяться. И я помню молодым человеком, я тогда был на клиросе, у нас, ну, это как бы, где певчи стоят. Я тогда пел, читал на клиросе и даже руководил хором. Хотя я не имею музыкального образования, самоучка, но очень любил всегда петь. И вот я там, мне священник поставил, старый священник, старец, метрофорный, протоиерей тогдашний, отец Иоанн Квитович. Западно-Белоруссии священник, очень уважаемый в Орловской епархии. Вот те, кто, ну, будем так говорить, служили раньше в Орловской области епархии священники, все его очень хорошо знали. Человек был, на самом деле, он, да, он заблуждался во многих вещах, но он был искренним и, знаете ли, имел такую доверчивость, такую детскую, такую с Богом, я имею ввиду. Но он был человеком порядочным. И вот я помню разговор однажды, я впервые в своей жизни услышал о так называемом благодатном огне. Именно там, у него в храме на клиросе, это было в селе, село Лепешкино, значит, и Орловской области. Так вот, были певчи, и у нас были женщины, которые приехали с самого города, с собора Ахтырской Божьей Матери, центральный кафедральный тогдашний собор Орловский. И вот эти женщины тоже, они читали, пели у нас на клиросе, а потом после служения, как бы, стали разговаривать с нашими певчими. А я, молодой человек, я стою, слушаю, мне интересно тоже послушать их. Вот, и вот я впервые тогда услышал в жизни вот этот разговор, что так и так вот на Пасху в Иерусалиме сходит огонь, он не обжигает, и это сверхъестественно, как бы. Представляете, и что дальше произошло? Священник, ну, я еще и как алтарник прислуживал, помогал тогда как раз в алтаре. И с алтаря, что на клиросе говорится, даже если так шепотом, все очень хорошо слышно, там слышимость очень хорошая была. Вот, значит, с клироса в алтаре. И священник все это услышал, наш этот метрофорный проторий, который уже там лет 50 уже священнослужителем служил на тот момент. Вот, он вышел из алтаря, и в присутствии всех, кто был там на клиросе, и некоторых там прихожан, которые были возле, стояли алтаря там, значит, там, он очень строго, хотя он такой был мягкий человек сам по себе, и он такой был, знаете ли, ну, любящий человек, и он редко, я его вообще в жизни, сколько я его знал лет, я его, ну, может быть, пару раз вот видел только вот таким, в таком состоянии каком-то, знаете ли, таком, каком-то возбужденном таком состоянии, и очень строгом таком. И вот, и в этот раз я его видел именно таким, первый раз увидел его таким. Я уже несколько месяцев был возле него постоянно, и я его впервые увидел в таком состоянии. Он очень строго запретил этим женщинам подобные разговоры и сказал, кто вам это сказал? Вы это видели? Вы были там? Нет. Прекратите такие разговоры, не распространяйте подобные ереси в нашем храме. И он настолько строго их отчитал, говорит, это ереси, это суеверие, верить в это нельзя и прочее. И вот я впервые, я молодой человек, я начинал свое служение, я впервые в храме услышал подобное. Но уже в середине 88-го года подобную ересь, уже там приехал новый у нас архиепископ, забыл, как его звали, но не важно, Орловский новый, Орловско-Брянский новый епископ. А, Паисий, Паисий его звали. Так вот, он приехал, я был на этой встрече как раз, все собрались, священнослужители, и мы вот собирались, и подиаконы. У нас связь есть. А, прерывается связь, да? А, извиняюсь. Я постараюсь, может, покороче, но дело в том, что, значит... Нет проблем, смотрите, я хотел бы попросить вас, давайте мы сделаем паузу небольшую. Да. Перезвоните еще раз, и мы будем общаться без видео, потому что началось торможение. Хорошо, хорошо, договорились, договорились, да. Договорились, мы еще раз, созвонимся? Да. Так, так, сейчас я еще раз созвонюсь, но уже без видео. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, сейчас тему продолжим, как раз она такая очень важная тема, согласитесь, да, потому что это ересь распространяют, очень многие распространяют. Да, алло, да, меня слышно? Да, связь налажена, все отлично. Давайте мы продолжаем наш разговор, я прошу прощения, что вас прервал, но для того, чтобы лучше было качество звука, нам нужно было это сделать. Спасибо. Хорошо, да, и вот, значит, я дорасскажу ту историю. Представляете, уже в середине 88-го года произошла совершенно непонятная для меня тогда история. Значит, приехал новый епископ, мы его встречали в соборе торжественно, все, и буквально чуть ли не на первых служениях, собраниях он объявляет о так называемом благодатном огне. Священники молчат, кто понимает, кто не понимает, но вот наш этот метрофорный протерей, наш отец Иоанн Квитович, он это, конечно, воспринял как ересь. Но, к сожалению, это было конкретно от КГБ, это было конкретно деяние спецслужб советских тогдашних, совместно с теми шпионами, которые внедрены, имплантированы были в русскую православную церковь, будем так говорить, особенно среди епископата. Сегодня это уже не секретная информация, раньше это было, будем так говорить, закрытой информацией, об этом мало кто знал, больше догадывались мы об этом, честно говоря. А сейчас это уже все стало явным, все тайное, рано или поздно становится явным, мы знаем. И тот фильм провокационный о так называемом благодатном огне и дезинформация шла целенаправленно с Лубянки, шла целенаправленно с Москвы, по всему, фактически по всей территории бывшего Советского Союза. Не, не, пожалуйста, продолжайте. Ага, окей. Значит, я хочу пояснить для чего. Дело в том, что из того, что я на данный момент знаю, располагаю какой информацией, и как сложилось мое уже отношение к этому всему беззаконию, что, значит, уже в конце 80-х люди серьезные при власти уже понимали, что Советский Союз уже наладан, дышан, что называется, вот, и шла уже речь, сегодня уже, опять-таки, бывшие даже генералы КГБ это уже показали в своих воспоминаниях, в своих показаниях, в том числе под присягой, значит, в том числе и в США, находясь уже, бывшие генералы КГБ, которые в 80-е годы на Лубянке принимали активное участие в этом процессе. Так вот, значит, и шла речь о том, что КПСС должна была сдать власть КГБ, но КПСС сопротивлялась, было некое двоевластие, будем договорить. И поэтому было принято решение о перезагрузке, имитация распада Советского Союза, вот, но сохранение структурной вот этой сети, чтобы впоследствии, значит, совершив такую мерзкую работу определенную, возродить снова Союз, но в еще больших масштабах и еще более ужасной, значит, будем так говорить, идеей, где будет смешано, ну, все в кучу, будем так говорить. И, судя по показаниям вот этих генералов КГБ, значит, бывших, что, значит, остановились именно на Лубянке, на православии, как на, во-первых, уже опробованной системой филиал КГБ СССР, во-первых, допустим, тот же самый нынешний патриарх Гундяев Кирилл, он тогда возглавлял отдел внешних церковных сношений, значит, русской православной церкви, который был филиалом одного из подразделений КГБ, напрямую, подчиняясь руководству КГБ СССР. Так вот, благодаря Гундяеву Кириллу и некоторым другим, таким вот подобным же негодным людям, которые под прикрытием церкви действовали разрушающе, вот подобные ереси, они стали распространяться. Потому что, значит, требовалось в кратчайшие сроки, в конце 80-х, значит, из советской и уже потом постсоветской массы трудящихся, будем так говорить, сделать в меру религиозных людей. Чтобы за место КПСС эту, как бы, пустоту, будем так говорить, образовавшуюся, идеологическую, чтобы русская православная церковь, контролируемая КГБ, значит, и государством, чтобы собой заполнила. Но потом, значит, вопрос стоял такой, что впоследствии, когда будет возрождаться снова союз, то нужда в идеологии религиозной отпадет сама собой. Поэтому надо будет в кратчайшие сроки снова сделать из людей в меру религиозных, снова сделать атеистических людей, советский народ возродить, по сути, но в еще худшем масштабе. Так вот, и для этого нужно просто сделать то же самое, что Ленин сделал в 20-е годы, значит, за несколько лет разоблачений религиозных аферистов, тогдашних манипуляций с так называемыми чудотворными иконами, крестами, мощами там подложными и прочее. Большевики просто-напросто всю эту правду сделали явной, и народ, самые широкие массы трудящихся, как говорится, очень быстро отвернулись от церкви, от религии. Особенно в России это произошло очень сильно, в Украине не так, в Украине народ все-таки более религиозный, и в Западной Беларуси часть тоже очень сильно религиозный, и поэтому там веру вытравливали просто геноцидом настоящим, голодомором, массовым... Огнем и мечом. Вот именно таким образом, да. Вытравливали, создавая селекционно, буквально выводя новую породу человеческую, гомосоветикус, человек советский, который и ум, честь и совесть не имеет уже, который и ум, честь и совесть отдал руководству КПСС и прочим вождям. Вот, и поэтому то, что мы видим сегодня, допустим, возрождается монстр советский вновь, и, казалось бы, смертельная рана нанесена уже, была дракона, но он снова восстает в своей прежней силе и пытается сегодня угрожать всему миру уже. Антихрист поднимается очень серьезно, и буквально с каждым месяцем это все становится очевиднее уже. Вот, и сегодня Антихрист пытается подмять под себя все страны бывшего Советского Союза огнем и мечом, правдами и неправдами, мамоной или же прямым вторжением, или аннексиями и прочими вещами беззаконными. Вот, и это получается, что сегодня, в скором времени, нужда в РПЦ, она отпадет уже у этого дракона, и он сам ее пожрет, просто и разорит. И мы это и видим сегодня уже фактически, уже допускаются информации и прочее. Ну, мне кажется, не то, что нужда отпадет, церковь, русская православная церковь, она просто растворилась, это такое политбюро превратилось. Да, митрополитбюро, точно, да, да. И смешалось, плюс еще смешалось с исламом, смешалось, значит, с коммунизмом, значит, там и сталинизмом, ленинизмом и прочими измами. Получилась такая гремучая смесь такая. Вы знаете, ну там, я, конечно, не, у меня желания особого нет обсуждать Сергея Риховского, епископа Пятидесятнической Церкви. Да, знаю его, да. В Российской Федерации, да, но, ну, мне кажется, он протаптывает дорожку туда и, как бы... Ну да, это тоже один из продажных епископов только протестантского мира. В протестантизме тоже много, и агентуры, и сам Сергей Васильевич был уже завербован в КГБ, об этом есть информация. Об этом писали уже, и не раз уже заявляли епископы Пятидесятнического братства, значит, федотовские епископы, то есть нерегистрированного братства Пятидесятников. Так что, значит, и он на крючке у КГБ, значит, и поэтому он человек подневольный, он говорит то, что ему говорят делать и все. И делает таким образом. Жалко очень, мне, честно говоря, Сергею Васильевичу очень жалко. Я его лично знаю, и знаю не первый год, и, как бы, и на протяжении 20 лет я с ним, ну, будем так сказать, ну, последние годы не общаюсь, а вот прежние годы общался хорошо. Вот, и я видел его, ну, такую моральную деградацию, духовную деградацию на протяжении этих лет, и наблюдал его падение, и мне было очень жалко его, и до сих пор очень жалко его, честно говоря. Я верю, что он все-таки, ну, обратится и восстановится, значит, ну, хотя бы перед смертью, может быть, но обратится к Господу, вот именно от всего сердца, покаяться. Но то, что он сеет сегодня, это просто-напросто очень страшные сорняки. Вот, и они дают, и дадут еще очень страшные всходы. Ну, как бы, в Российской Федерации это уже понятно, история с церковью, и во что это превращается назвать русскую православную церковь. Ну, в общем, я говорю о структуре, да, уже и сложно церковью, реально мы видим вот эту власть, вот этого двуглавого орла, с одной стороны это Кремль, с другой стороны это религия, это церковь номинальная. Ну, да, такой, да. Как бы там понятно, и там понятно, аженда по-английски, да, я вот даже не знаю, как правильно перевести, но понятен смысл и цель, да, всего этого, что происходит, это манипуляция обществом с помощью религии и так далее. А вот мне интересно сейчас в Украине, что происходит, ведь тоже, с одной стороны, вы пытаетесь повлиять на православный мир в Украине, а в данный момент вы ведь живете и в Украине, правильно? И в России, и в Украине, вот. И там, и там, да. Да, да, и знаете ли, я очень, конечно, болезненно переживаю сейчас эту войну, вот, значит, и информационную, и реальную на поле брани, идущую сейчас войну между странами, нашими народами, и это очень страшная война на самом деле. Вот, значит, и я сам родился и вырос в России, вот, я гражданин России, но я являюсь украинским епископом, священнослужителем Украинской Церкви Православной, Реформаторской, вот, и знаете ли, для меня это, ну, скажу так, очень страшная война, потому что она проходит прям буквально по сердцу. Я молюсь и за Россию, о духовном пробуждении России, молюсь за Украину. Украина стала моей второй родиной, где духовно, как вот, как реформатор я состоялся, поэтому моя молитва особенная здесь. И, конечно же, здесь, вот, влияние Антихриста довольно серьезное. Конечно, больше свободы, не как в России, но, в общем-то, есть действительно, вот, тенденции к тому, чтобы и Украина стала под власть вот этого дракона. Хорошо, ну, а какая ситуация, вот, в Украине, в плане, вот, реформации Украинской Православной Церкви, вот, у вас есть общение со священниками, вот, с мирянами или с прихожанами, я не знаю, как, как, лучше их правильно назвать, чтобы не унизить. Вот, есть какие-то сдвиги в этом плане, или, ну, все-таки, тут проходят десятилетия, и, как вы уже говорили, в Украине, Украина, она более такая набожная... Да, набожная, более религиозная страна, да, сохраняются традиции, корни эти... Ну, все-таки, вот, эти же тоже предрассудки, мифы, они ведь гнездятся и там немало. Вот, что происходит в этом плане, в Украине? Да, Евгений, знаете, я, значит, редко общаюсь, в последние годы редко общаюсь с православными священнослужителями, здесь и в России, и в Украине, но в Украине ситуация, конечно, лучшая. Здесь есть, здесь нет одной структуры, как, допустим, в России, она искусственно создается такая и поддерживается. Значит, здесь в Украине разные есть православные церкви, и вот такая многопартийность, как бы, некоторая, она создает, ну, на мой взгляд, хорошие условия для возможности, для реформации. И еще плюс какой, что, в отличие, допустим, от России, где я знаю хорошо священнослужителей, все-таки большая часть украинских именно священнослужителей, независимо от того, какого они патриархата, значит, юрисдикции какой они, все-таки более просвещенные люди. Многие имеют даже западное образование, значит, и больше совершенно иная культура, культура духа, будем договорить, она иная, особенно в западной части Украины. Я просто вот недавно вернулся со Львова и просто действительно для себя по новой, вновь и вновь открываю душу украинскую. И я вижу, что больше культуры, это вот духовности больше этой. И она, слава Богу, не вытравлена была даже в советское время. Она сохраняется. И с прихожанами проще, конечно, если брать вот именно просто рядовых вот православных христиан, разных там юрисдикций православных. Я общаюсь, конечно, проповедую. Да в основном здесь народ весь, ну, православный по культуре своей, по традиции своей. Вот поэтому мне проще всегда общаться. Даже многие, кстати, православные говорят мне потом, даже прихожане других храмов говорят, что так и так вот, а почему наш священник не рассказывает, а почему он не говорит нам то, что вы говорите нам? Говорю, ну, не знаю, спросите вашего священника, говорю. Вот, я раньше, говорю, тоже так вот, в принципе, не особенно говорил и не особенно знал, не особенно понимал многое. Вот, и когда рассказываю о том, что нужно молиться только лишь к Богу, нужно обращаться к Господу, к Богу, надо ни к Марии, ни к умершим святым, ни к ангелам. Зачем? Оно вам надо, говорю. Нет, есть Бог, есть Иисус Христос, Он Спаситель, Он Господь. Вот, здесь все четко и понятно. Обращайтесь к Богу, говорю, во имя Иисуса Христа. В принципе, вот, обыватель обычный, вот, православный человек, чаще всего, ну, адекватно реагирует и понимает, в принципе, что да, это логично, это естественно, это умно, это понятно. А так, если целый калейдоскоп этих вот, кому я молюсь, то это святых, целый сон, кому я молюсь, то это, ну, неразбериха такая, будем так говорить. И непонятно вообще, кто же мой Спаситель, кто отвечает за мое спасение и вообще спасен ли я. И получается, что даже само понимание библейское пути спасения, оно теряется из-за многобожьей как раз именно. По поводу идолопоклонства тоже рассказываю все это. И я думаю, что как раз реформация, одна из идей реформации, неважно, где она совершается, в какой конфессии, это одна из идей, это заставить человека думать своей головой, осознать личную, персональную ответственность перед Богом, не прятаться за ширму коллективной ответственности, как вот обычно принято, к сожалению, у нас в православии, в культуре, к сожалению. Вот, а именно понимание персональной ответственности перед Богом. И это все меняет. Но этого боятся коррупционеры, неважно какой страны, потому что этого боятся мафия, наркомафия, любая мафия. Этого боятся, ну весь мир нечестивый этого боится, потому что когда человек, он действительно боится Бога, то он больше ничего не боится. Он, им нельзя манипулировать, он имеет свое мнение, он самостоятелен. Кстати, это вот действительно, это большое достижение реформации, что христианство возрождается именно изначально, такое евангельское, библейское христианство. Хорошо, а последний, наверное, вопрос, может быть, немножко не по теме, но вот в Украине сейчас началось такое движение, не надо нас так спасать. А, да, 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 конечно. Вот последние такие события, с одной стороны, в Украине достаточно много свободы, да, самовыражения, религиозной свободы. С другой стороны, мы вот на протяжении последних нескольких лет слышали о происшествиях, связанных с правоохранительными органами, которые просто нападали на реабилитационные центры, арестовывали служителей, которые трудились там, арестовывали и задерживали реабилитантов, различные фиктивные дела открывали, потом закрывали, когда это все предавалось огласке. И сейчас началось такое движение, в котором задействованы наши протестантские пасторы, реабилитанты, в частности, Геннадий Махненко, Едемидович и так далее. Вот как вы прокомментируете вот это происшествие и это движение, что вы скажете, мне интересно. Ну, во-первых, скажу, что вот и Махненко, и Едемидовича я очень уважаю, как служителей божьих, как помазанников, и их позиции мне очень нравятся, что они вот действительно бескомпромиссны и правдивы, эти люди, оба. Я их обоих очень сильно уважаю. И знаете ли, вот эту информацию я тоже разослал, ну, фактически всем служителям, кто у меня в друзьях, это сотни писем я разослал, значит, служителям. И на мой взгляд, ну, в общем-то, не только на мой взгляд, в общем-то, здесь ситуация, видимо, такая, что те церкви, в частности, которые занимаются реабилитацией наркоманов-алкоголиков, они наносят большой ущерб мафии, огромнейший ущерб. Значит, это депутаты, это министры, это, значит, милиция, прокуратура, СБУ, все кормятся фактически от этого. И больше того, значит, попытка есть, все-таки, агентура старая, советская в основном, вот, значит, и сейчас делается все максимально, я так вижу, что, чтобы то, что в России сейчас происходит, чтобы это было и на территории Украины, чтобы запугать верующих, чтобы заставить их, вот, ну, как бы, поджать хвосты, как бы, и, в общем-то, молчать. Но, благодаря тому, что все-таки в Украине есть и достаточно много уже таких порядочных служителей, честных, открытых таких, да, как Махненко, как Демидович, слава Богу, чтобы вот сотни и сотни таких служителей поднялись сегодня в Украине еще. Вот, это не проходит просто так уже, слава Богу. И верю, что, действительно, христианство здесь, ну, враг пытается самый очаг, самый эпицентр свободы и реформации подавить, одним словом. Потому что, если верующих подавить, если, чтобы верующие прижали хвосты свои, то все остальные свободы просто-напросто можно уже будет тогда, ну, забирать, будем договорить. И я общался в Одессе, общался там в других городах с теми, кто, значит, ну, будем говорить, верующие братья, которые были когда-то там старшими офицерами, там, в звании полковников, там, КГБ, значит, там. Они рассказывают, что, в принципе, агентура вся готова, ждут команды, фас, значит, и чтобы, значит, ну, все под антихристов стать, одним словом, быстро очень. Вот, значит, и то, что сейчас на Востоке происходит, это только лишь еще цветочки, будем так говорить. То, что готовится сейчас по всей стране, это просто ужасно, на самом деле. Но, пока церковь молится, пока церковь в такой, не как Риховский прогнулся под изменчивый мир, а есть, когда порядочные, стойкие служители здесь, то Украина будет стоять. Потому что соль земли, это не просто там хорошие политики или кто-то еще, нет, соль земли, это мы верующие, это мы в молитве стоящие за народ. Нам люди задают, вот, радиослушатели пишут, спросите, пожалуйста, священника, он очень откровенно говорит, не боится ли он за свою жизнь от врагов? Трудно сказать. Иногда боюсь. Но я боюсь не говорить этого. Потому что, если Бог против уже тебя, то, знаете ли, никто не поможет. Вот, меня уже пытались убить уже не раз уже. Вот, и уже делали это несколько раз уже, и ничего не получилось. Вот, значит, и не потому, что я такой непробиваемый, там, неуязвимый. Были покушения неоднократные уже на меня, значит, и в России, и здесь, в Украине, значит. Но, знаете ли, скажу так, что, ну, во-первых, жизнью я не дорожу своей этой, временной. Потому что я знаю, что я буду на небесах с Господом. Вот, но хочется в этой временной жизни послужить Господу, значит, эффективно, максимально эффективно. И если выбирать, что боятся больше людей или Бога, то, конечно, и людей страшно, значит, но лучше бояться Бога. Знаете ли, вот как Джон Нокс, мне очень нравится пример его, великий протестантский проповедник. Когда он умер, на могиле его там ученики написали, что под тем камнем покоится прав человека, который настолько боялся Бога, что больше в этой жизни ничего не боялся. Когда мы любим Бога и боимся Его, то весь остальной страх, совершенно любовь, она изгоняет этот страх. Даже самый вот этот животный страх, который никто из смертных самостоятельно не может преодолеть. Действительно, это так. Конечно, знаете ли, вот когда в 1982 году я пережил встречу с Господом, то эта встреча изменила полностью мое мировоззрение, все полностью в моей судьбе переменило. И что я вынес с того, еще будучи юношей, с той встречи с живым Богом, значит, в момент смерти, значит, переживал я Бога, и потом пережил воскресение, исцеление, что мы действительно придем перед Ним, пристанем. И чтобы, ну, как бы, главное, что ли, главный вопрос, чтобы перед Ним не позориться, одним словом, чтобы перед Ним не позориться, чтобы наоборот, чтобы вот Он похвалил. А то, что перед людьми, то это уже вопрос второстепенный. И скажу так, что Бог хранит, недавно опять, значит, узнал от братьев, писятников, выходцев с криминального мира, которые покаялись уже, уже не первый год служители, бывшие преступники, которые иногда проповедуют своим бывшим коллегам, вот, узнали, что очередное покушение сорвалось на меня, значит, каким образом? Довольно странным образом, оказывается, меня заказала местная епархия, значит, московского патриархата, и должны были меня убить, оказывается. И представьте себе, этот человек, который занимался уже не первый год подобной практикой, убивал людей за деньги, не будь дурак, он стал интересоваться, почему этого попа, диссидента, священника, диссидента заказали ему именно. И он, не будь дурак, поинтересовался у тех, кто тоже подобным занимается, у других людей. И оказалось, что эта же епархия заказала и его тоже, то есть после того, как он должен был меня убить, его должны были тоже убить, вот в чем дело. И он сделал такую вещь, что, значит, что попа этого не трогайте, то есть меня заявил епархия, вот, значит, это узнал я из уст, значит, вот бывших уголовников, ныне служителей божьих уже. Вот, значит, и заявила же, что меня берет, как бы, под охрану или что-то еще в этом роде, что если его тронете, то тогда, и я, ну, как бы, оглашу всю эту информацию в деталях, уже будем так говорить, перед прокуратурой, там, вот, и на епархию напал страх. Вот так вот, так что, значит, понимаете, значит, то есть, значит, я увидел в этом, а ведь я не знал, это было еще, вот, пока, кажется, само это вот, сама за мной следили, это пару лет назад. Оказывается, представляете, мы живем и не знаем, что вокруг нас происходит, но живущий на небесах, он действительно все это контролирует. Наша жизнь и смерть, она все во власти, Господа. Хорошо, спасибо большое, Сергей, что вы согласились с нами выйти в эфир. Охраны Божьей, благословения вам в труде, в служении, ну, наше желание, конечно, что в Украине церковь обновлялась, прогрессировала, развивалась, чтобы реформы все-таки происходили, и как организационно, так и в душах каждых верующих в Украине. Поэтому мы молимся за мир в Украине, надеемся на лучшее. Ну, и спасибо еще раз вам за эту встречу. Да, пожалуйста, благословения Божьих всех вам. Спасибо. Ну, что ж, друзья, сделаем небольшую... Да, слава Богу. Спасибо, Господь, за этот эфир. Боже, благослови Евгения, милую благослови всех братьев, сестер, там, что и в студии, и, вот, значит, в программе этой участвовали. Слушали эту программу. Во имя Иисуса Христа благослови, Господь. Во имя Иисуса. Слава тебе, Господь. Боже, и эту запись благослови, Господь, пусть действительно прославится имя Господне. Аллилуйя. Вот отвечу сейчас тоже брату. Слава. Слава. Да, ну написал, что до связи, до встречи Вот, это программа Это радио называется Наша радио USA В Америке, США Наша радио США Можете набрать даже, вот я вот, допустим Взял Это 101А 1010АМ получается Так вот, наша радио Вот, слава Богу Вот, и Действительно, реформация Совершается, реформация, которая А, в Портленде, в Портленде Я живу, в Портленде написано Сейчас прочитал Реформация совершается И, знаете ли, пусть Господь Бог И в Америке произведет реформацию Они молятся сейчас за Украину, мы молимся за Америку О духовном пробуждении США Во имя Иисуса Христа, да и все народы Нашей страдавшейся планеты Нуждаются сегодня в этой реформации В пробуждении Боже, благослови Россию сегодня Благослови Украину США Все страны нашей страдавшейся планеты Все народы Боже, благослови Израиль Аминь Иерусалим Во имя Иисуса Христа Слава Тебе, Господь Аминь Да благословит Тебя Господь И сохранит Тебя Да призрит на Тебя Господь Святым лицом Своим И помилует Тебя Да обрастит Господь Лицо Своё на Тебя И даст Тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь Из города Киева Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлёв Реформаторская православная церковь Христа Спасителя Мир всем вам Аллилуйя